Добрый вечер, в эфире Весть Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жбкаев. В отделении Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии прошел брифинг заместителя управляющего Ирины Тамбиевой. На встрече с журналистами республиканских СМИ Ирина Викторовна отметила, что объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Единый социальный фонд стало логичным и естественным продолжением процессов, которые происходят в социальной сфере уже много лет. С 2023 года уже социальные выплаты можно будет получать в режиме одного окна в отделениях Пенсионного фонда во всех городах и районах республики. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые есть сегодня в компетенции двух фондов. С 1 января отделение социального фонда приступит к предоставлению малоимущим ряда выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. Главное и многочисленное из них – это новое единое пособие на детей и беременным женщинам. Наши офисы остаются по тем же адресам. Специалисты, которые осуществляли прием в фондах социального страхования, они переедут на наши площадки. И все услуги как фонда пенсионного, так и социального страхования можно будет получать по адресам клиентских служб пенсионного фонда. Это важно, чтобы люди знали, куда им с января обращаться. Единое детское пособие для семей с низким доходом – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Карачаево-Черкесии с 1 января прожиточный минимум составит 13 225 рублей. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей с рождения до 17 лет. В Черкесске на базе 18-й гимназии торжественно открыли детский технопарк «Кванториум». Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Алла Качаева подробнее. Это уже второй детский технопарк «Кванториум», который открылся в Черкесске. Первый расположен на базе 19-й гимназии. «Кванториум» поможет раскрыть потенциал учащихся в освоении современных технологий и выбрать будущую профессию. Здесь образовательные программы рассчитаны на возрастную категорию от 10 до 18 лет. Конечно, для нас это колоссальная радость. Вот эти два кабинета мы сейчас видим, какие у нас очень красивые. Это хай-тек, робототехника, это современное оборудование, которое стоит там. И наши детки, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы обучаться на этом оборудовании, познавать какие-то новые технологии. Я хочу сказать, что не только дети, но, наверное, и наши преподаватели будут заинтересованы в том, чтобы повышать свою компетентность. Потому что это очень интересно». К открытию детского технопарка «Кванториум» готовились не один месяц. Был создан дизайн-проект помещений, проведены ремонтные работы, обновлена мебель, оснащены лабораторией из зоны каворкинга. Специальную подготовку прошли и преподаватели. «Кванториум» есть возможность у детей изучать и робототехнику, изучать проектирование беспилотных аппаратов, изучать моделирование земельной поверхности и многие-многие другие направления. Дорогие ребята, я хочу пожелать вам новых свершений и открытий благодаря такому «Кванториуму». Целью создания школьного «Кванториума» является организация образовательной деятельности в сфере общего и дополнительного образования с целью развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе, естественно, научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления. Как в этом случае, чтобы все четыре колеса были ведущими, подключить их через шестерёнки. За счёт этого у нас достигается большая манёвренность, то есть разворачивается он практически на месте. Также, если обратите внимание, шестерёнки также у него находятся в захвате. На открытие «Кванториума» в 18-й гимназии пришли многочисленные гости. Мэр Черкеска Алексей Баскаев пожелал школьникам больших успехов. Я уверен, что в таких хороших, комфортных, современных условиях с новейшим оборудованием вы будете развивать свои таланты, свои навыки, будете заниматься дополнительным образованием в сфере робототехники, химии, биологии и других направлений. Я желаю вам успехов. Новый «Кванториум» органично вольётся в уже существующую систему современных объектов Карачаева-Черкесии, созданных в рамках национального проекта образования. Ведь в республике было создано 113 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Алла Качиева, Артур Мхсэ, Мухаммед Ажибоков. Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 2-7, в горах до 12 градусов мороза, а днём минус 1-4, местами до минус 6, и на дорогах гололедится. В Черкесии ночью снег, днём без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днём 1-3 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 90 2 0. В соборной мечети республики прошёл ставший уже традиционным республиканский конкурс чтецов священного Корана. Помимо красивого чтения аятов священной книги, участникам нужно было отвечать на вопросы по основам ислама и показать владение грамматикой арабского языка. Конкурс организован Духовным управлением мусульман Карачаева-Черкесии при содействии главы и правительства республики. Конкурстанты выступали в шести возрастных категориях, в каждой из которых значительные денежные призы для победителей. А вот кому досталась путёвка в хадж от главы республики, знает наш корреспондент Ахмат Халкетчев. Новая соборная мечеть Карачаева-Черкесии, по праву ставшая одним из больших украшений нашей республиканской столицы, под своим куполом принимает этот конкурс впервые. Как и в предыдущие годы, конкурсанты выступали в шести возрастных и в одной профессиональной категориях. Дай Аллах, чтобы эти конкурсы у нас не останавливались, продолжались. От этого будет барракад всей нашей республики. Ведь это в каждой мечети проводились эти конкурсы. И оттуда уже лучших из лучших отправили сюда на республиканский конкурс. Как ещё поведал Исмаил Хажабердиев, и в этот раз по уже сложившейся традиции глава Карачаева-Черкесии выделил пять путёвок в хадж. Решением духовного управления мусульман две из них получат победители республиканского этапа конкурса, а оставшиеся три будут переданы старичным мечетям, у которых не было возможности выполнить данное предписание ислама своими силами. Самому пожилому участнику этого года 83, а юному – 10 лет. Я когда участвовал в районном, я думал, выиграю, не выиграю. А сейчас у меня эта уверенность в себе была. Вот. И с помощью Аллаха я выиграл. Это всё мама. Она меня учила Корану. Вот с шести лет. Ещё одной особенностью этого года стало то, что духовным управлением было принято решение училить денежные премии и помедные подарки для всех конкурсантов. Премии для участников, не занявших призовые места, из личных сбережений организовали единомышленники Ибраюм Хаджи Качиева, прихожане мечети села Дружба. Первая путёвка в хадж от главы республики досталась победителю в категории профессионала, представителю Зеленчугского района. Очень счастлив, алхамду лиллях, что я сам не ожидал этого. Я очень хотел поехать. Я так не знаю, когда получилось бы. Ну а второго счастливчика определили путём жеребёвки среди победителей в остальных номинациях. Им стал Ахмад Бизжиев, представлявший город Черкесск. Рассчитывал получить книгу «Священный уран». Больше этого ни на что не рассчитывал. Остальное, ну, конверт, бонус и хаджи – это вообще неожиданность. Если сказать просто, чувства не выразишь, но радость, счастье. Также лучшими в своих возрастных категориях были признаны Курмамбил Айпанов, Казимир Исикуев и Тимур Салпагаров. В каждой группе были три призовых места. Местопобедители получили по 50 тысяч рублей, а конкурсанты, занявшие вторые и третьи места, по 30 и 20 тысяч рублей соответственно. Ахмад Халкечев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Безопасность курортов прежде всего. Особенно в период горнолыжного сезона и новогодних праздников, когда тысячи туристов посещают наши знаменитые курорты. Мероприятие «Соблюдаем правила дорожного движения» проводилось на федеральной автодороге по детск Международному центру отдыха «Архыс». Сотрудники госавтоинспекции Карачаева-Черкесии обратились к проезжающим на курорт туристам и рассказали об особенностях езды в условиях горной местности, предупредили об аварийно-опасных участках на данной автодороге. А и о необходимости соблюдения правил парковки вблизи горнолыжного курорта «Романтик». Участникам акции вручили также памятки с напоминаниями о правилах дорожного движения. Отдыхающие поблагодарили сотрудников полиции за заботу, полезные советы и пожелания. Обещали соблюдать правила дорожного движения. Напомню, ежегодно «Архыс» посещают до 700 тысяч туристов. Госавтоинспекция Карачаева-Черкесской республики информирует граждан о том, что наступил зимний период, период курортный, зимние каникулы, увеличился поток транспорта на горнолыжные курорты Карачаева-Черкесии, Малокарачаевский, Карачаевский, Зеленчукский район, курортные поселки, такие как Архыс, Романтик, Домбай, Тиберда. Также хочется обратить внимание гостей нашей республики о том, чтобы они соблюдали правила парковки, правила остановки транспортного средства на проезжей части дороги. В этой сфере много нарушений ПДД в курортных зонах нашей республики. В связи с чем госавтоинспекция просит граждан, жителей и гостей нашей республики соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дорогах. Приятная новость для детей и взрослых. Увидеть последние киноновинки либо уже полюбившиеся мультипликационные фильмы можно в новом комфортном зале. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Путешествие в Новый год вместе с кинотеатром Чарли. Прекрасный новогодний сюрприз для детей и взрослых. Новый детский кинозал, в котором можно и фильм посмотреть, и приятно провести время на игровой площадке. Яркий детский кинозал с игровой площадкой. Все для прекрасного проведения времени. В преддверии длинных новогодних выходных есть куда пойти и посмотреть интересные премьеры. Кинозал рассчитан на 19 мест. И по соседству игровая площадка. Дети с комфортом отдыхают, а родители могут наблюдать за ними на мониторе в фойе. В новом кинозале также можно весело отпраздновать и свой день рождения. Мы много лет наблюдали за тем, как мучаются наши родители. Они не знают, куда деть своих детей. Пришли посмотреть сеанс. Детки хотят поиграться, попрыгать, побегать. И поэтому было принято решение построить зал, кинозал и детский зал, чтобы детки могли и смотреть фильм, и в то же время пойти поиграться в игровой. И чтобы нашим родителям было всегда комфортно. Кинотеатр «Чарли» в день открытия порадовал и развлекательной программой. Дед Мороз и Снегурочка, забавные ростовые куклы повеселили детвору. Песни, танцы, конкурсы подарили всем отличное настроение. Дед сказал, это пространство, где специально удобные кресла для детей, правильно выставлены свет и звук. Но самое главное, совмещено это пространство с игровой комнатой. То есть здесь можно проводить современные мероприятия, где совмещается игровой формат и киноформат. И дети малыми группами смогут погружаться в мир кино, в тематические мероприятия. Здесь мы будем проводить киноуроки, для того, чтобы можно было ребятам не просто с помощью большого экрана, но еще и дополнительных активностей в хорошем замкнутом пространстве обучать, развлекать, ну и, конечно, развивать. Дети от души повеселились и в новом кинозале посмотрели фильм «Чук и гек». Но впереди еще много ярких премьер. 1 января на большие экраны выйдет семейный комедийный фильм «Чебурашка». В центре сюжета удивительные приключения мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин